К другим темам. В приобье 25 семей стали новоселами, жилье в современных домах. Люди получили по государственной программе переселение граждан из аварийного жилого фонда. Сюжет Евгении Самойловой. Смотри, Дима, папа люстр, сейчас повешать будет, все красиво. В новой квартире семья Картавых живет буквально несколько дней, но обжить 75 квадратных метров уже успела. Пятилетняя София и полуторагодовалый Дима бегают босиком и в легкой одежде. В доме тепло. Родители же не нарадуются светлым комнатам и просторной кухне. До февраля 2017 года мы проживали в доме деревянного исполнения. После пожара он был признан аварийным и по программе переселения нам предоставили вот эту квартиру. Квартиру в капитальном исполнении, газифицированную, с достаточно удобным расположением в поселке Преобе. Рядом садик. Это самое главное на данный момент. В новостройке 33 квартиры, из них 25 уже заселили. Новоселы – бывшие жители аварийных домов. Жилье предоставляется по принципу метр на метр. В случае, если новая квартира больше, предыдущие жители производят доплату. У семи Картавых она составит порядка 800 тысяч рублей. Жители из аварийных домов, из пяти аварийных домов сюда переехали. Также здесь есть трех- и четырехкомнатные квартиры, куда будут переезжать у нас многодетные семьи и малоимущие. В 2019 году планируется сдача еще одного дома в районе железнодорожного вокзала. Там преимущественно однокомнатные квартиры. Также будет осуществляться переезд из аварийных домов. При обе – лидер в Октябрьском районе по переселению людей из аварийного жилья по итогам 2018 года. Из 221 приобретенной квартиры – 70 именно в этом населенном пункте. В целом на программу ликвидации аварийного жилого фонда Октябрьский район при поддержке правительства Югры направил порядка 650 миллионов рублей. Свет загорелся в домах общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Октябрьский район.